Здравствуйте! Не узнали? Это вообще я. Это Егох просто в очках. Блогер, музыкант, миллиардер, сыроед и укроп. Ребят, с вами Егох Бизикович, и сегодня мы будем решать все мои накопленные какие-то задачи. Мне кажется, если я не буду это снимать на камеру, я сойду с ума. А для вас это будет такая мотивашка тоже что-то сделать. Можете поставить это видео на фон и тоже со мной будете, там, не знаю, разгребать сообщения в Телеграме. Я недавно, кстати, как раз провел большую работу над своими мессенджерами и, там, типа, соцсетями, потому что у меня было 400 тысяч проигноренных сообщений. И недавно я просто одной ночью этим всем занялся. Один пример того, как можно разрулить свою жизнь. Дела на сегодня. Нам нужно выложить YouTube, ответить всем с ТГ, потому что у меня работают два монтажера одновременно, и мне нужно им объяснять, что делать. Написать несколько сценариев для шортсов. Стирать вещи. Снять вот этот влог. Скачать файлы для видеориза барашек и сюла. Отсмотреть. Выложить TikTok рил шортс. Дать своему саунд дизайнеру с чем работать, с моей музыкой. Еще у меня есть рандомная идея, которую я бы тоже хотел каким-то образом реализовать. Купить маркерную доску. Не знаю, мне что-то захотелось. Второе. Огород. Типа я хочу огород, но каждый раз, когда я думаю об огороде, я думаю, блин, такой заеб. Я же вообще ничего не знаю про огород. Только редиску полоть умеем. У меня просто есть идея посадить хотя бы что-то. Типа, не знаю, базилик. Хотя бы. Ну, хотя бы базилик. Давайте с чего-нибудь начнем и с чего-то начнем делать огород. Потому что без огорода просто я уже не понимаю. Еще у меня есть идея купить проектор. Прожектор. Чтобы смотреть фильмы и все такое, тоже можно натираться на стену, проецировать. И для того, чтобы проецировать, нужно еще покрасить стену баллончиком в белый цвет. Понимаете, у нас вообще дело не в проворотах. Я хочу какую-нибудь тренировку странную сделать. Прям странную. Вот это рандомные вещи, которые мне пришли в голову. Может быть, какие-то мы из них сделаем, какие-то не сделаем, какие-то, не знаю, новые добавятся. Но наша задача в том, чтобы начать их делать. И первое, что я буду делать, наверное, самое скучное. Я буду просто монтировать, поэтому вы будете смотреть таймлапс. А сейчас я галю одни, поэтому будет завтрак. Ну что ж, друзья, на завтрак у нас сегодня апельсиновый сок. Недоеденный вчерашний спринг ролл, который смялся. И арахисовый соус такой я сделал. Не видно. Ребята, ну сегодня на эстетике как бы хочется показывать настоящую жизнь. Реально. Прям такой. Не, ребят, просто реально. Как бы я сейчас не выглядела. На деле это вкусно. Такие у нас овощи. О, а ты что тут делать? Нет, только не на падение. Хватит грызть. Ну что ты хочешь от нее? И ушел. Как ни в чем не бывало. Настало время перейти хотя бы к чему-нибудь. Давайте поотвечаем на сообщения. По сути, мне прислали два видео на согласование. Вроде бы. Ну-ка, чекаем ролик номер один. Что, что, цветокор? Зачем цветокор? Зачем? Зачем так? Ну что, друзья. Переходим к монтажу. Я верю в то, что я смогу сделать это видео за один подход. Я еще не знаю. Сейчас 12.37. Давайте посмотрим, за сколько времени у меня получится это сделать. На самом деле это из разряда фантастики. Ну, дело и две всего. Нужно уже сегодня выкладывать ролик. Поэтому погна. Сейчас 4 часа 24 минуты. Я только сейчас сохраняю видео. Но пока оно сохраняется, давайте заниматься прикладными делами. Загрузим стиральную машинку. И переместимся в парк. Что-нибудь там поделаем, потренируемся. И вернемся домой. Потому что хочется какого-то разнообразия. А, блядь, шумен, царапочка. Посмотрите ему в лицо. Он, кстати, не в курсе, наверное. Если вы не следите за моим телеграм-каналом. Это Мухаммед Карабау. У него на самом деле много имен. Дайте. Все, загрузили. Придавайте вставим линзы мне в глаза. А то нам будет неудобно продолжать день. Для многих вообще, наверное, было открытием, что я ношу линзы. Но это так. Я так четенько все вижу. А еще есть такой прикол, что когда снимаешь очки, все перестает быть растянутым и вздутым. Типа через фишай линзу. Я теперь снова плоский. Все плоское снова. Ура. Погнали дальше. Я осознал, что у меня разряжен телефон. А мне его надо. Поэтому я как раз выгружу видео, подзаряжу телефон и можем выходить. С собой возьму вот этот плед. И надо еще взять. Йогамат. А все остальное по желанию. Друзья, пока я собирался, у меня уже и видео загрузилось. И видео мне девочка смонтировала, отправила. И бедюшки выложил. Постирала машинка. Да. Поэтому сейчас мы будем вешать вещи на террасу. Знаете почему, блядь? Потому что, блядь, вот эти вещи мокрые. Если я повешу домой, у нас будет потоп. Поэтому давайте я сейчас отожму их и развешу. Извините, все качайте, вечеринка. И на нашем доме погнали, погнали. Все качало. Потеряние в мгустам танцевали. Всем добром были танцы. Такая красота. На фоне играет Валерия часики. Короче, как вы видите, планы поменялись. Не хочу я в парк. Давайте здесь сделаем прям тренировочку. Видео выложено. Файлы качаются. И ролик мне прислали отмонтированный. Выложил. Вот тут оставлю подсказочку. Я сейчас тестирую нескольких монтажеров для рилсов, шортов и так далее. И по результатам соревнований в конкурсе залантов моего личного выявится победитель. Шортсер. Такие дела. Так что я немножко разгружаю свою работу. Пока что это занимает столько же времени, сколько и работа над шортсами. Но я думаю, это хороший вклад в будущее, чтобы потом у меня уже была команда, которая мне помогает всем заниматься. Сейчас, на данный момент, я мучаю двух монтажеров. Но я напишу еще нескольким. И у меня будет империя. Просто я реально с душой подхожу к контенту. И мне очень важно, чтобы люди это делали вдумчиво, с кайфом. И чтобы сохранялся в контенте такой кусочек искренности. Что-то приятное и доброе. Вот про эту ситуацию мы вообще будем как бы разговаривать, обсуждать ее. Меня это вообще, блядь, не устраивает. Дело в том, что мы уже сменили стиральную машинку. Мы уже несколько раз вызывали ремонт. Если быть точнее, три или четыре раза несколько раз ремонтировали ее сами. И сейчас мне приходится вручную отжимать вещи, чтобы они были сухими. А еще я вам кое-что покажу. Смотрите. Тут такой цвоток. Я бы хотел на самом деле пополнить коллекцию растений на нашем балконе. Этот цветок вот-вот крякнется. Поэтому я хочу посадить что-то новенькое. Я обожаю китайский. Мы учим китайский. Что вы... Блядь. Ну что ж, раз мы не идем в парк, тренировка будет прямо здесь. Ну что ж, друзья, у нас с вами перекур. Такая еда. Оливочки, огурчики, авокадо, сыр. Сыроический. Вот такой крем-чиз. И... Вы охуеете. Это сушеная цветная капуста. Я хочу затестить ее с крем-чизом. Мама! Ебать! Очень круто. Да я в охуе. Через 10 секунд закроется магазин. Поэтому мы с вами бежим. А знаете зачем? Чтобы купить петрушку или что-нибудь посадить в горшок. Потому что наша задача сделать как можно больше денег за сегодняшний день. Этот гном просто расхуярил мне коробку с чипсами. Он доставал оттуда по одной пачке и уничтожал. Он выбрасывает мои чипсы из коробки. Все, доволен, счастлив, да? И теперь спит, как ни с чем не бывало. Главное, пустая коробка, ему больше не интересно. Также я кайфую с процесса спускания с пятого этажа. А кайфую я, потому что у нас не работает домофон во всем доме. И приходится каждый раз спускаться, чтобы открыть курьеру дверь. Мне сегодня доставили финиковую пасту. И ее привезли в таком вонючем состоянии. Типа, видимо, для того, чтобы как-то обеззаразить, они обмазали все просто одеколоном. Я достаю эту распечатываю пасту. Она вся мокрая. Все воняет каким-то дешевым мусорским одеколоном. Он пахнет столько сильно, что я сейчас выношу мусор. Потому что даже в мусорке это невыносимо воняло на весь дом. Я несколько раз пытался чисто руки отмыть. Вот поэтому я немножко бахуя. Полетели. Друзья, если что, sorry, что я так долго думаю, что я путаюсь в делах. Это происходит, потому что, ну, типа, для этого я снимаю видео. Чтобы разобраться со своими делами и показать, то есть, что у меня тоже, блядь, какой-то пиздец в голове. Я не понимаю, в каком порядке все делать. Вот, поэтому сейчас мы покупаем семена петушек. Наш набор покупок апельсины, авокадо и семена. Блядь, какой-то рандом. Мы сейчас будем садить огурцы, потому что нужно реализовать все рандомные идеи. Ну, окей, не все, но хотя бы что-то. Ну, что ж, настало время переодеться в вещи для огорода. Ну, как вам? Значит, я купил вот такие семена, рукулы в итоге и огурца. Как их садить, блядь? Я сейчас знаю все на турецком. Даже какая-то удобренька есть. Ладно, я сейчас изучу. Добро пожаловать в кружок умелой ручки. Вот такие у нас есть агрегаты, семена, удобрения. Вот такая почва. Сижу я вот на такой штучке отломанной от стула. Стоп! Я пытался перевести инструкцию с турецкого на русский. Вот что получилось. Если бы мне не помог Эгея, я бы не знаю, что делал. Первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, заполнить резервуар почвой. Я, если честно, еще не придумал. Какой и что я буду сажать? Нет, давайте в другой. Ой, ебать. Тут прям реально земля. Земличная. Земляничная. Я заземлился так стоит. Так, в другой давайте. Сюда руку посадим. Ну вот она, вот она жизнь. Все, теперь у меня все круто с этого момента. Ой, пахнет какашками. Землей какашками. Видимо, там тоже какое-то удобрение. Блядь, вот это жизнь нахуй. Вот это такая нахуй. Это просто... Это то, зачем я. Буквально, да? Оп-оп-оп-оп-оп. Опа, все. Топ. Засыпили. Сука, все в земле. Хорошо, что я не догадался это делать на зеленом коврике. Так, давайте немножечко землю оплодотворим. Какая-то она суховатая. Мне, если честно, хочется... Давайте, сука, огородь. Добавить немножечко водички. Так. Напитали почву, напитали. Тут уже потенциально можно туда вырасти. Так, теперь нужно смешать удобрение с почвой. Где мы это сделаем? Давайте прямо в этом горшке. Только тут дырки, бляха. Мне нужна тара. Желательно маленькая. Сейчас принесу. Вот такая у нас тара. Высыпаем порошочек. Сейчас взрыв будет, сука. Немного почвы. Но выглядит добротно, да? Я уже сам удобрился. У этого вообще я добавляю. Не знаю. С чего не решили, что землю нужно удобрять? Кто вам рассказал эту информацию? А в природе она тогда, так как растет? Она что, злая в природе? Хуйня какая-то. Ну, как по мне, очень даже солидненько. Дырочки нужно на расстоянии 10 сантиметров. Но я так чувствую, друзья. Я считаю, что можно на вот таком расстоянии сделать. И ничего нам не будет. У нас лунки. Земля сухая. Разваливается. Ну, да похуй. Должны быть они, кстати, не глубже 2 сантиметров. А у меня все 100. Блядь, я так чувствую. Эта земля вообще может быть не для руколы. Мне похуй. Так, теперь нужно по 5 семочек в каждую лунку. Я шел. Золушка. Тут их 200. 200 штук. А у меня 4 лунки. И что-то, по-моему, не так. Тогда нахуя мне столько удобрения? Так, урок математики. Если я использую 4 лунки, то получается, что я трачу 20 семеч. Что? Одна десятая от всей доли семеч. Следовательно, удобрения я должен использовать одну десятую часть. Но я буду использовать все. Потому что я странный. Нет, давайте используем, сколько используется. А потом остальное мы добавим. Блядь. Все. Пиздарики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, похуй. Так, сгребаем. Сюда 100 штук. Сюда 300. Я так, я напоминаю. Вам стоит напоминать, что я так чувствую. Я сейчас все равно, а потом, что я с ней сделаю? Выкину. Вот. Поэтому у меня будет этот, как его, рассадник целый. Чуть-чуть. Вот так вот. Прикрыли. Аллах, ты как всегда вовремя. Немножечко придавливаем. Опа, опа, опа. И поливаем. Как же круто, что я сумасшедший. Как же здорово. Мне очень нравится эта поливалка. Мой базовый день в Турции. Все, поставлю пока сюда, потому что здесь в нем нету сон. Для меня так странно, что не нужно накрывать что-то пленкой. Инструкции вообще такого не было. Ну что ж, теперь настало время уборки. Он плохо видно, но там земли просто, блядь, я не знаю. Как в огороде. Теперь чистим ножки. Теперь настало время крэйзи-йоги. Почему крэйзи? Потому что я буду делать просто какие-то рандомные вещи. То, что хочу. Будет весело. У мужла нет прав. Вот уж я. Я сейчас немножечко отлетел. Я вспомнил то ощущение, с которым я вообще приехал в Турцию. И я им не успел с вами поделиться, потому что как-то у меня стало гораздо меньше контента на канале. Я почему-то в какой-то момент перестал быть сфокусированным на каких-то своих ощущениях. И стал их меньше как-то транслировать в контенте. Потому что я начал проживать такой земной опыт интересный, да. И я вспомнил ощущение, когда я только приехал в Анталию. И почти каждый день мы с Лизой ходили на море. Я смотрел в небо, увидел пролетающие самолеты и думал, что как же хорошо, что я на нем не улетаю. Как же хорошо, что это не мой самолет. И у меня есть выбор находиться там, где я хочу. И сейчас я снова как-то к этому подключился. Вот это какая-то поддержка, какая-то штучка. Все это время со мной была. Где-то вот в космосе, я не знаю. Но какое-то чудо на протяжении всего этого времени происходило постоянно. И я очень рад снова про него вспомнить. Я очень рад снова это ощущать. Эту свободу, уверенность, легкость. А еще что-нибудь. Вот когда ты реально смотришь и ощущаешь свое существование, свое присутствие. Начинаешь замечать реально важные вещи. Сознание становится таким чистым, таким приятным. Все дела и все вещи, которые управляли тобой, начинают упорядовать человека. И начинают служить тебе, а не ты. Служить им, пытаясь сделать все правильно. И сейчас, честно говоря, с начала этого видео все очень тяжело шло. Я думал, что зачем мне вообще снимают. А сейчас я очень рад то, что я начал. Потому что в итоге все получается. И мы с вами продолжаем наш поток дел. И что у нас следующее? Ну что, друзья, кнопочки потыкали. Давайте я вам покажу сценарий, который я написал. Четыре штуки, друзья. Четыре сценария. Так вот это выглядит. Вот так вот так. Завтра будем... Я ртом держу микрофон. Завтра будем это все с вами записывать на микрофон. Отснимать материалы. Отправлять монтажером. А сейчас все, уже пора. Ну, друзья, как вы могли догадаться, я вчера уснул. Он играет с моими двухшниками, что делать? Давай покажи всем свое нутро. Кто-то на самом деле. Блядь. Обратно. Сейчас нам нужно сделать вещь, которую я очень долго откладываю. Меня уже много подписчиков забулили из-за того, что я не выкладываю свой альбом. Но дело в том, что альбом не доделан. Я начал работать над альбомом в начале ноября. И уже где-то в декабре у меня были готовы все треки. А, ну, как бы у меня 6 декабря был концерт, на котором я уже практически все треки исполнил. И вот сейчас, апрель, я все еще доделываю альбом. Хотя он должен был быть готов в феврале и выложен в марте. Я не думал, что написать песни, написать биты, текст, записаться будет гораздо быстрее, чем объяснить саунд-продюсеру, что я хочу, чтобы он мне нормально свел музыку. В итоге мы сейчас будем все переделывать. И мне нужно просто собраться и написать полное ТЗ, чтобы ему не приходилось переделывать. Ой, куда побежал? Он, нет, он что, будет опять тыкать на кнопочки? Да, он будет тыкать на кнопочки. Это история про то, как я попал в зомби-апокалипсис. Выживал среди зомбаков. Так, ну материал я вчера скачал. Получается, сейчас я даю ТЗ, записываю войс-оверы. Помните, я вчера писал сценарий для шорта? Сейчас я просто сяду и запишу сразу войс-оверы для четырех видео. У меня нет слов, правильно? Жопа их не к этим подписчикам, да? Туда их. Ну, пожалуйста, что тебе нужно? Вы видели видео, где коты кусают экран ноутбука, и он потом не работает? У меня такая фобия. Все, съебался. Съебался. Съебался? Все. Пошел. Да блядь, ты че? Сумасшедший. Даем ТЗ, записываем войс-оверы. Потом отдаем материал монтажерам. Еще нужно будет сходить и снять некоторые моментики, пока светло. Потом написать сценарий для подкаста и записать подкаст. Я пока что не знаю про что, но хотелось бы это сделать сегодня. И вечер мы посвятим монтажу Лиз Барашек. Вот такое у нас расписание. Дел хотя бы не так экстремально много. Но они все достаточно объемные. И возможно будет какая-то сумасшедшая вещь из ряда вон, которую мы сделаем. Ну там типа вчера город был. Это история. Продолжал, как я попал в зонтый апокалипсис. Ну что, погнали. Сейчас я буду слушать свою музыку. Это не место для игр. А я уснул. Ребят, сейчас уже вечер. Типа я просто застрял на первой песне. И после этого я уже... Все, у меня не было сил ничего делать. Мне кажется, очень важно быть с людьми честными в этом плане. И не пытаться из себя сделать что-то, что я из себя представляю. Потому что это создает очень такую лживую картинку в интернете, в которой люди верят. Потом думают, что со мной не так? Почему я такой ленивый? Ребят, все с вами хорошо? Я с вами тоже типа иногда так вот живу. И это нормально. Вот я сегодня что сделал? Выложил шорт. Прочистил засоренный унитаз. Убрал кошачье говно. Написал тз по одной песне. Взял еще один проект по монтажу. Я вам это все не показывал. Ну блин, ребята, жизнь такова. Больше никакова. Белье снял с террасы. Такая погода хорошая на самом деле. Сейчас мы идем в магазин купить, покушать. Я ставлю телефон дома на зарядке, поэтому вернусь и покажу вам, что купил. Доброе утро. У нас сегодня на обзоре овсянка. Не спрашивайте. Миндаль, форм-код и жир, клубника. Все есть. Кокосы, колбаса, черника. И, конечно же, куда мы без... Лимонов. Куда ж мы без лимонов? Такие покупки крутые. Жизнь. Я проснулся в 6 утра, пошел в туалет и просто вижу его. Но я его, короче, утопил и запшикал. Средством от тараканов. Хэштег. Веганство. Хэштег. Любите животные. Ну ничего, мы начинаем наше утро. Началось оно с отсмотра видео, которое мне смонтировали, и раздачи правок. Потом позалипал в шорцы, это было неизбежно, и отправился делать йогу. Блядь, не знаю, как я жил без йоги, если честно, потому что последнее время у меня уже спина немножечко сдавала, было очень тяжело концентрироваться. И вот я, наконец-то, вернулся к более-менее регулярным занятиям. И сейчас я иногда занимаюсь йогой, иногда делаю что-то силовое, но уже подхожу к этому более осознанно как-то и думчиво. Напрягая, типа, включая свои мышцы больше и фокусируясь именно на ощущениях. Потому что без ощущений, без чувствования того, какими мышцами ты пользуешься, вообще, мне кажется, невозможно привести тело в порядок. Очень важно именно не механически все выполнять, а чувствовать, как это на тебя влияет. И пока я делал йогу, мне как раз созрела идея для шорца, я начал писать еще один сценарий. Про то, как я не медитировал и не йожил два года. На самом деле это неправда, ну, типа, я просто не делал это на регулярной основе, на постоянной, как это было раньше каждый день. Такой у меня небольшой байтик. Ну и потом я отправился записывать войсоверы для этих шорчиков. Как мы спасли бездомного котенка в Турции? Часть 2. Я думал, что он просто такой смешной инопланетянин. Такой сумасшедший умполумпик. Я, кстати, так не делаю, но, ребят, знаете, сколько раз я работал лежа и потом такое ощущение ебаня... Второе. Меняйте позы. Вы, наверное, думаете, что эти фрилансеры по Старбаксам да по кофеманям шляются для самой главной цели в жизни. Чтобы чувствовать себя хорошо. Хорошо. Так, сейчас хорошо скажу хорошо. 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 Сука. Ура, готово! После этого я сходил. В парк пришлось немного напрячь игеш, чтобы отзнать кадры для роликов. И это, оказывается, так просто. Блин, я не знаю, почему так раньше не делал. Оказывается, некоторые съемки можно просто запланировать и снять сразу много кадров. И на ужин сегодня я, как обычно, приготовил спринг-роллы. Не знаю, спринг-роллы это как будто бы идеальная еда для меня сейчас. Мне так постоянно, блядь. Я найду какую-нибудь одну вкусную еду и ем только ее, пока она меня не достанет. Кстати, к моменту монтажа у меня уже заебало. Еще у меня рисовая бумага закончилась, поэтому все. Эра спринг-роллов подошла к концу. Едим спринг-ролл. Слушаю какую-то невыпущенную песню Кристины Луны. Вот так выглядит моя тарелка. Сегодня третий день Игоряны Бизиковны и сегодня мы опять не понимаем, что происходит. Но дел много и сейчас мы едем по одни из них. Другой конец из мира. Я сегодня разбирался с одним заказчиком. Очень долго. Переводил деньги. Ел. Вообще. Говорю в запутанный микрофон наушники. Я очень горжусь в том, что я вчера записал целых пять сценариев. Сейчас я отправляю потихонечку разным монтажерам. У меня теперь их четыре. Я со всеми общаюсь, всем пытаюсь все объяснить максимально. И ищу самого подходящего человека к себе в команде. Вот такие дела. Вчера я еще горжусь в том, что мы отсняли прекрасные кадры. А еще, кстати, помимо всяких технических вещей, я еще параллельно разбираюсь с документами. Потому что у меня в следующем году заканчивается загран. И сегодня мне приходит ответ из консульства. Мне говорят то, что у них нету свободных мест до конца года. Еще сегодня я думал о том, что мне, видимо, придется ехать в Россию. Ну, не в этом влоге, конечно. Но, видимо, придется поехать домой, чтобы сделать паспорт и провести там месяц. Но я пока что не разобрался. Я еще не решил. Я еще ничего не знаю. Поэтому просто говорю, что я сегодня утром потратил некоторое количество времени на то, чтобы просто посмотреть билеты. Разобраться, как подавать вот эти все заявки на паспорт. Все, ладно, поехали. Дайте нам кэша. Спасибо. А карточку, а карточку, а карточку, а карточку. Спасибо. Ребят, пришлось снять вот такую лодочку, чтобы съездить по делам. Дайги. Да. Друзья, мы играем в дурака. Как вы думаете, кто уже обдурачен? Ой, цыпленок такой. Карти не подсмотрите? Нет. Еще раз. Ребята, я в аху... У нас вырос первый росточек. Вы видите это? Это он. Даже, по-моему, проклевывается что-то еще. А я не верил. Ребят, а вы сомневались? Я вообще в шоке. Сейчас мы еще раз польем. Я просто так чувствую. Я просто чувствую, что мне это нужно. И перья птиц у нас для усиления. Да. Ой, а что я поливаю везде, если надо в луночке, да? Ой, ребята, я в шоке. Ну и денек. Да, настал следующий день. И я не хочу сейчас двигаться. Тебе вообще-то дома показывать. Поэтому я просто расскажу, что я сегодня делал. Силы просто. Ну не то, чтобы на нуле. Но, знаете, стоит поберечь. Потому что сегодня я подавал заявку на загранпаспорт. Это заняло у меня несколько часов. Я планировал всю свою жизнь. Потому что у меня очень много вещей, которые нужно сделать. Мне за вот эту неделю, которая началась сегодня, понедельник, нужно смонтировать три видео. Из них два выложить. Отснять подкаст. Сделать так, чтобы мои монтажеры смонтировали мне пять видео. Я, кстати, нашел сегодня. Монтажера! Ура! Блядь. Сегодня была трэш-история с этими монтажерами моими. Потому что одно из видео, которое я отдал на монтаж, мне пришлось сделать самому. И это вообще не входило в мой график. Ничего. Зато другая девчоночка принята в штаб. В штат. Она очень хорошо справилась с заданием. Справки буквально небольшие. Очень хорошо меня слышат. И я вижу опыт. Поэтому у меня сегодня были такие американские горки. По монтажу, гулять. Я просто... Ничего. Это полдела. Сейчас мне еще предстоит смонтировать. Наконец-то, может быть, начать монтировать видео или с барашем. Наверное, пора. Вот такие сегодня настроения. Вернусь к вам через 5 лет. Смотрите мои шорты. Новый день. Значит, сегодня мы понесем кота в ветеринарку. Уже буквально через 40 минут у нас назначена эта ситуация. Я сегодня не спал до 5 утра, потому что я наводил порядок на компьютеры. По итогу я доволен. Давайте покажу вам, что сделал. Не могу сказать, что это что-то невероятное, но... Я поменял иконочку ОБСа. Google Chrome, потому что она меня бесила. Вот эту иконочку, вот эту иконочку, вот эту иконочку. И чуть-чуть переставил их местами. Все. Еще я удалил очень много всяких вещей. Компьютеры теперь у меня есть хотя бы немного свободного места, потому что у меня ноутбук на 256 гигабайт. Блядь, туда просто ничего не влазит. Я хочу уже побыстрее его обновить, что-нибудь сделать, чтобы... У меня было хотя бы 512. Ну, хочется, конечно, 2 терабайтика, а то и 8. Ну, это вообще что-то вне моего мира. Я пока что не представляю, что это такое вообще. Когда у тебя столько памяти. Монтируется влог из Сеула. Я вчера еще обновил Final Cut. Распределил адекватно свои эти штучки, которыми я часто пользуюсь. Пресетики мои. Шрифты. Короче, у меня теперь Marafet. Я этому очень рад, потому что раньше меня это немножечко расстраивало. Ну вот, короче, лег в 5 утра, встал в 11. Монтировал. Сейчас собрался. Дал ТЗ своей монтажерочке. Любимий. И... Выдвигаемся. А этот что? Ты готов? Ты ready? У него опять инфекция, ребят. Глазу, что это вообще за кот такой? Постоянно чихает. Все, блядь, он просто за ночь вырос. Он огромный, блядь. Он раньше был вот такой. Как относится? Знаете, прикол в ТикТоке, типа, черный можно только чуть-чуть, потому что черный кот. Но чуть-чуть белый. Можно еще чуть-чуть. Я надеюсь, эта шутка не приравнена к расистской. Потому что мы такое не одобряем. Наносим мой любимый этот штучку для губ. Буквально все, что я сегодня с собой сделал для того, чтобы привести в жизнь. Я расчесал волосы. Я расчесал волосы. Напшикал туда розмариновой воды. У меня ее так много. Это просто пиздец. Я вам сейчас покажу. Вот такая бутылка. Это все розмариновый гидрозоль. Гидросол. Я его переливаю в маленькую бутылочку. Иногда мешаю с маслом и пшикаю на волосы. И у меня такая укладочка сразу на моем лице. Увлажняющий крем. Этого штучка. Почистил зубы. Все. Выгляжу уже как будто бы на дорожку. Да? Футболка. Ну и кто знает то, что я ношу 300 дней? Никто не знает. Сегодня у нас в эфире масло чайного дерева. И вот такое апельсиновое масло. Я не знаю, что это у меня за комбинация такая ароматическая. Квинтэссенция, блядь. Ну главное, чтобы не нравилось, да? Правильно? Очень странное сочетание. Пахнув, знаете, как это? Как листва. Весенним вечером. Точнее даже днем. Вставляете? А на улице-то с вами жаришко-теплишко. Что там дядя делает? Что там делает дядя Егин? Он отсчитывает наличные. Смотрите, какие колоритные улочки у нас на районе. Я тут ни разу не был, к слову. При том, что это в 10 секундах от нашего дома. Вот, веду нас, значит, по закоулочкам. Тем временем, блядь, закоулочки. Нужно идти вообще вдоль парка. Что мы тут делаем? Ой, черный кед. Как прекрасно жить. Прекрасно жить? Прекрасно жить. Да, давай, хуя. Сбивай нас. Погода такая, знаете, подогревающая. Типа, не могу сказать, что прям жара. Но я могу сказать, что каждая моя кость одинаковой температуры. Ну, вот буквально. Ой, а где это мы? Так. О, ветеринар клини. Ой, сюда нам надо. Ну, все, сейчас будем тебя резать. А ведь он и не знает, что через 5 секунд ему отрежут пипиську. Вы видите ее? А там на меня напало. Просто минус рука. Все. Не могу. Выручай. Обзор на покупки. Укров, перец, груша. Вот такая трава. И куда же мы без оливочек. Ребята, внимание, это апдейт на мою жизнь садовода. Мне отказались заявку за гранпаспорт, но похуй. Не будем грустить. И просто давайте порадуемся нашим росточкам. Я в охуе, почти все проросло. А что делать дальше? Ебанешься. Эй, какой чудесный день, чтобы прорастить горох. Какой чудесный день, чтобы руколов зашел. Немножко про апдейты этого дня. Мне отклонили заявку за гранпаспорт. Блядь, по причине того, что я указал один пункт не по настоящее время, а по апрель 2024 года. Угадайте, какой сейчас месяц? Сейчас апрель 2024 года. Ну, это стало причиной отклонения моей заявки. Окей. Шишпанчику обрезали ногти, теперь он не может залезать на поверхности. Покиньте. Посмотрим black mirror. Такой у нас spring roll. Такой у нас стаж. Очень круто. Он выглядит такой. А он пытается играть с игрушкой на экране. Белоснежные ноги, шелковая грудь. Дождь бьется в тревоге, в руках твоих прутик. Не выходи на дорогу, не проходи этот путь. Не дай сердцу синиться, а сомненья разбиться. Где ты есть, там и будь. Я приду к тебе, только ты не плачь. Где, 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 где твой розовый плащ? Я приду к тебе, только ты не плачь. Приду к тебе, только ты не плачь. Где, где, где твой розовый плащ? Я приду к плаще, это круто вообще. Я не спал пять ночей, я квартира без ключей. Он разлет и на руках, для тебя я не ругал. Вчера у меня было плохое настроение, и я не понимал, что со мной происходит. Но решение пришло незамедлительно. Я просто убрался. Как вы видели. Привел себя в порядочек и был готов к работе. Всю ночь я монтировал видео. Я очень сильно хочу спать, но я не могу, пока я не закончу работу. И вы можете посмотреть в мои сонные глаза. Пытаюсь напитаться энергией в чем-то энергичном. В приятных словах стараюсь двигаться. Пять песни помогают. Но как только мне становится скучно, хотя бы на секунду, это просто улетучивается. Плюсы. Как обычно, когда я становлюсь очень сильно усталым, мой голос становится как будто бы гибче. Я могу петь очень интересные штучки. У меня как будто бы, знаете, такое кокон в голове. Как будто бы у меня вата. И я прям чувствую, как у меня вибрирует голова, когда я не сплю. Ну, типа, как я становлюсь каким-то более тонким и пластичным. И моя голова как будто бы даже звенит, когда я произношу звуки или пою. Сознание довольно-таки чистое. Потому что думать ни о чем я не могу. Я просто, типа, очень хорошо фокусируюсь на одной задаче. Я способен ее выполнить. Из моих личных лайфхаков, как не уснуть, наверное, самое главное не лежать. Ну, или хотя бы стараться не лежать. Находиться побольше на свету и чем-то заниматься. Не скучать. Поэтому, как только меня утомляет работа, я сразу же уберусь за что-то другое. Беру какой-то перерыв. Пусть даже на 2 часа. Но это лучше, чем уснуть. А спать мы будем с вами ночью. Как положено. Вот, поэтому я сейчас монтирую. Иду в магазин. Сегодня ночью, кстати, я написал 8 сценариев вроде бы для шортсов. Что очень много. Это вообще что-то из разряда фантастики. Я никогда столько много за раз не писал. Ну, я их просто наговариваю себе на голосовой в Телеграм. Потом я их буду редактировать. Но сам факт того, что мне столько идей за ночь пришло. Круто. Это небольшой такой технический секрет. Но я, как обычно, перед тем, как ехать в поездку, продумываю контент, который я могу снять. И записываю овервойсы тут и сюда дома. А потом просто я снимаю материал. У меня уже есть как бы записанная голосовая дорожка. Потому что у меня есть дар предвидеть события. Я могу придумать контент, сидя отсюда. Я знаю, что со мной произойдет. Какие-то вещи, которые со мной не произойдут и будут более-менее спонтанными, я могу записать на телефон. Короче, монтируем. Идем в магазин покушать. Поработаем немножко для себя. И отправимся на небольшую прогулку. Возможно, эти два пункта совместятся. Я просто по дороге буду направлять файлы в департамент монтажа. Игорка Сорокина. Вот, ребят. Ну все. Си-я. Итог жизни. Я готовлю спринг-ролл. Бля, сейчас еще не лазишь. Опа. Отправил я файлы на монтаж. Жду, когда я едой снимет тикток. И пойдем в магазинчик. Нужно мне проветриться, на самом деле, чтобы запустить energy. Радиоэнергия. Я не знаю, люди очень сильно, мне кажется, заблуждаются. То, что энергия исчерпаемая. Ну, типа, она как-то появляется всегда во время какого-то процесса личного у меня. У меня энергия выделяется на какие-то прикольные идеи. На то, что мне нравится. На то, что меня вдохновляет. И последнее время, наверное, просто приходилось много ресурсов расходовать. И в каких-то моментах делать вещи, которые мне не сильно нравятся. Но делать надо. Но эти дела не бесконечны, они закончатся. А я буду счастлив. Друзья, все возможно. Все реально. Друзья, на самом деле, так счастлив. Вы себе не представляете. Я очень горжусь тем, что я проделал за апрель, поглядываясь назад. Хоть сейчас в моменте я это периодически забываю, но это действительно все окупится. Все мои дочинания, продолжания и так далее. That's how I feel. Хочется высовывать здесь себе больше времени, наверное, на съемку контента. Потому что я сейчас даже снимаю видео, и у меня настолько нет сил, что я не могу даже камеру, типа, на штатив поставить. Настолько интенсивного проживания у меня. Но у этого всего есть объяснение. Потому что я делаю многие вещи впервые в жизни сейчас. Пишу альбом, например, да? Мой первый альбом. Делегирую видео на монтаж. У меня тоже такого опыта не было. Я бахаю. Нет, на самом деле был, но неужели. Вот, поэтому... Продолжаем в том числе. Это абсолютно нормально. То, что вы не можете хотеть делать все вещи на свете. И вам не обязательно быть экспертами у всех сферах планеты. Я очень долго пытался стать человеком, который вообще, ну, типа, делает все. И, может, все. Сейчас я уже начинаю реально ценить свое время. Ценить свои силы. Свой сон. Понимаю, что это самая главная роскошь и самое крутое, что может быть. Поэтому... Да, ребят, это нормально. Затрудничать с людьми. Представляете? Которые могут сделать что-то за вас. Представляете? Если бы я этому научился раньше, то мне бы сейчас было вообще пиздатинком. Ну, что мы, если бы докабы? Это время настало и сейчас. И оно самое лучшее для того, чтобы это сделать. Ну, вот, ребят. Наверное, главная энергия, которая транслирует, то, что что-то может не получаться. Но это не важно. Это вообще похуй. Типа, это... Настолько нормально. Что что-то идет через жопу. То, типа, не знаю. Главное учиться на ошибках. Да? И не падать духом. Немаловажно. Потому что... Откуда берется энергия? Вот так, блядь. Из башки. Реально. Конечно, мы живем в физическом теле. И оно тоже, ну, типа, важно, да? Наша физическая энергия. Но то, как вы ее направите, решает ваш мозг. Просто башка. Прикиньте. Представьте, две ситуации. Ситуация номер один. Вам говорят, что вам срочно нужно сделать домашку по физике. Как-то, ну, типа, не очень, да? Как-то лень сразу. А теперь представьте, что вас зовут на Куачеллу, блядь. И говорят, мы оплатим себе билеты. Что-то откуда-то силы сразу появились. Что-то появилось какое-то желание жить. Ребят, ничего не изменилось. Реально, в вашей реальности ничего не изменились, кроме ваших мыслей. Прикиньте. Поэтому стоит, конечно, обратить внимание на вещи, которые приносят больше энергии. Я сейчас нахожусь в этом переходе. Вот, ребят, смотрите, нарезал вот так фрукты и овощи. Тут у меня вот такой соус из Тайхини. И будет заворачиваться мега-ролл. Такой получился у нас мини-завтрак. Давайте спробувати. Как обычно, телефон стоит хуйпами на чем, штатив на заднем фоне. Будем с вами пробовать. Блядь, чувствую себя как не кокадо-авокадо. Так, окей. Сомнительно, но окей. Что выглядит самым надежным? Соус на сниверщика не жидкий, но ладно. На поедание одного спрингролла там не было есть минут пять. Если не больше. Все, я теперь себя чувствую хорошо. Хочу гулять. Скидать. Вообще круто себя чувствую вот так. Не знаю, я как-то замедлился и готовил в своем темпе, потому что обычно я тороплюсь. Было круто. Вот так и живем. Смейный просмотр. Смейный просмотр. Смейного просмотр. Смейный楚. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы с вами на террасе. Просто пиздец какой-то. Я не понимаю, чем, честно. У меня с собой вот такое масло апельсина. Я надеюсь, оно поможет хотя бы немножечко спрятаться от этого недоразумения. Прям под нос. Почему я это делаю? Потому что я как раз пью апельсиновый сок. Я бы не хотел мешать эти другие ароматы. Поэтому у меня вот запах канализации только. И это, как называется, боже. Вот это пиздец. Блядь, я, короче, потерял свои штаны. Проверим, давайте сейчас взял я их случайно или нет. Какой же я молодец. Посмотрите. На оценку такие мои семенечки. О, да. Все, друзья, сейчас я буду собирать обстановку для подкаста. На этот раз у меня нет никакого сценария. Но я с утра специально подготовился тем, что я не потреблял какую-то информацию с утра. Я просто начал жить свою жизнь. Не делал так давно, честно говоря. И вот у меня сейчас как раз утром, знаете, поток свеженький. Это будет разъебный выпуск. Хочу похвастаться своим огородом. Такая-то у меня уже рукава. Я ее подкормил, полил. Некоторые росточки я, конечно, задавил. Но они у нас пойдут в ход, видимо, как удобрение. Ну что, погнали. Все вроде как готово. Вот такой у нас получается милый сетап. Натягивал, блядь, саву на глобусы. Видите, у меня палка придерживает эту простыню, чтобы она не вылезла. Потому что это односпальная простыня, а матрас у меня, блядь, просто четырехквадратный. И, короче, там мы тоже как-то подделали. Благовоние я решил, что зажгу прям во время записи. Вот погнали. Подкаст без сценария, блядь, как в старые добрые. Зато в состоянии пиздатеньком. Это важнее. Так, все, все, на удачу. Масел на ебашем и чуть-чуть на волосы, чтобы инфузировать туфельку. Так, все, настраиваем кадр. Ну что, как там? Ну что, друзья, подкаст записан. Чему я очень рад, поскольку подкаст был про ошибки. Я в конце допустил небольшую ошибку. Я уронил штатив. А, блядь. Так, ну что, собираем манаточ потихоньку. Время 9.37. Я в шоке. Вот это у нас продуктивное утро. Типа, не ожидал. Йогу сделали. Подкаст записали. Жизнь прекрасна. Вообще, самый лучший мир у меня. Наверное, мне нужно немножко успокоиться. А то меня распирает от этой жизненной энергии. Я еще зарядился сейчас на солнышке. Вот сейчас еще хочу немножко полежать, подфилить. И понаслаждаться своей жизнью. Ну, типа, позагорать. Ой, блядь. Я положил, короче, сюда палку. Типа, видите, она у меня вся разломалась. Она у меня держала это. Надо выкинуть. Ну что, hot girl summer. Субтитры сделал DimaTorzok Буквально оплата у психолога прошла. Я нашел базилик. Блядь. Сука. Нахуй. Прикиньте, дерево базилика. Еще у нас есть вот такое. Вот такое. Сегодня вообще жур просто топ. Даже не знаю, с чего мне начать пир сегодня. Распаковка. Боже, блядь, я устал тут. 100 килограмм. Во-первых, ну, я бы не клал это в пакет, если бы на меня потом не текла грязь. У меня весь пакет в грязи, блядь. Ну, посмотрите, какой красивый. Какой ароматный. Здесь-то понюхай. Видишь? Он боится его. Он боится это дерево. Это что-то новое, неопознанное. Ребята, это что за зверь? Ребята, ну это гениальное решение. Даже садить ничего не надо. Причем, внимание, стоимость. Знаете, сколько стоит? 60 рублей. Блядь, что? 60 рублей, сука. Бро. Боишься? Поехали далее. Горох. Яблочко. Одна штука. Три огурчика. Такие почему-то мне понравились. Recently. Перчики такие, четыре штука. Я их прям каждый день ем в спринг-ролл. Ну и представьте себе просто в голове 3, 4, 5 килограмм апельсинов и бананов. Тьма. Овсянка. Я, блядь, каждый день ем овсянку просто в своем виде. Я не знаю, а вторичка такая на нее, это вообще мне похуй. Просто я ебать хочу овсянку. Помидоры. Авокадо. И вот такая штучка. Очень круто. Все вот это вышло в 2000. Там тебе вот 2 100. Ну там еще. Я идея некоторые штучки купил. Это еще включая вот такой нут. Огромный липтон двухлитровый. Двухлитровый. Сыр колбаса. И вроде бы как будто все. Ну ребят, закупка вов. Друзья, бизнес моменты. Сидит у меня такой дземен. На плече. Играет с моими. Блядь. Просто совсем. Ему вообще похуй, что есть. И отвечаю по рекламе. А еще не скинула видео моя Лерочка. Ну просто смотрите, что наебашила. Какая моя молода. Молодца. Ой, ты тоже пришел работать, да? Тоже работник года Магданут. И я. Это видео никогда не подойдет к логическому завершению, потому что это просто поток дел, который не закончится никогда. Но мне очень понравился этот влог. Я вот сижу, монтирую. И я очень рад, что я его снял. И благодарен вам за то, что вы его посмотрели. Вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ждите альбом. Скоро все будет. Подписывайтесь на ТГ. Подписывайтесь на Инстаграм. И еще. Слушайте мой подкаст. Скоро на днях буквально выложу новый эпизод, который выходит каждый месяц. Вот. Спасибо за просмотр. Пишите. Обязательно пишите комментарии. Я все читаю. Я вас очень люблю. Жду на своем канале. И. Увидимся. А там спит кот. Нормально вообще? Нормально.